Дорогие друзья, сегодня в Антипе первый концерт. Концерт, который привнесет сюда, под наши своды, в этот храм, маленький, уютный, древний, отголосок христианского и не только христианского Востока. Сегодня вечер, посвященный, прежде всего, конечно, литургической музыке, но музыка, прежде всего, музыка, это прежде всего выражение души, это то, что объединяет людей, да, это вот эта божественная математика, поэтому мы услышим сегодня литургические песнопения и христиан-сирийцев, и христиан Египта, немножко коптов, маленькие коптские вкрапления, дальний отголосок Византии и, конечно же, целый ряд великолепных арабских импровизаций на Уде. Но, как мы и обещали, надо было внимательно читать сегодня, не просто концерт, сегодня лекция-концерт, так что план такой, 8 часов будет лекция, потом 35 минут концерт. Потому что, конечно, я знаю, что есть здесь великолепные знатоки христианского Востока и Востока, в принципе, есть те, для кого абсолютно это может показаться чем-то новым, необычным. Сейчас был очень милый комментарий, пока мы репетировали, что это смесь мечети и кришнаитов. На самом деле нет именно так. На самом деле звучит голос христиан Востока, тот голос, который сейчас заглушается и ударами снарядов, и проведению клинка по горлу где-нибудь на пляже. Да, то, что мы видели. И вот сейчас мы вкратце, просто вкратце ведем немножко вас в контекст истории христиан Востока, христиан Сирии. Вот это, конечно, одна из самых великолепных сирийских миниатюр. Это сирийское Евангелие начала XIII века из Ватиканской библиотеки. Когда мы говорим о Сирии, когда мы говорим о сирийской традиции, важно помнить, что ни один другой регион христианского мира, ни Византия, ни Латинский Запад, ни Русь, тем более там, ни Египет, никто не дал столько для развития традиций богословских течений, литургических течений в христианском мире. Никто, ни один другой регион. И вот если мы с вами даже поговорим о богослужебных традициях христианского мира, мы увидим, что Сирия, сирийские традиции, они просто буквально как лианы, с одной стороны, опутали весь христианский мир, но с другой стороны, это даже не столько лианы, сколько артерии, сколько вот эта вот система кровеносных сосудов, которая напитала другие традиции. Сирийские традиции делятся на две, в общем-то, ветви. Западно-сирийскую и восточно-сирийскую. Восточно-сирийский обряд, восточно-сирийская богослужебная традиция с одной из древнейших литургий Адда и Мария, с более поздними анафорами Федора Мопсуэстийского и Нестория. Эта литургия объединит и христиан-горцев Курдистана, и христиан-персия, ассирийцев, халдеев, кераитов, кочевников монгол, христиан Средней Азии, христиан Китая во время I до IX века и II просвещения Китая. Ну а западно-сирийская традиция, вполне родственная ей, пусть они и будут понемногу развиваться, немножко в разных руслах. Западно-сирийская традиция, ее буквально порождением, ее чадом, стал, уверен, родной для многих здесь присутствующих, для всех прихожан уж точно, византийский обряд. Потому что та же, всеми повторяемая, любимая анафора Иоанна Златоуста, это опять же не анафора, который пишет Иоанн Златоуст, это просто антиохийская западно-сирийская анафора апостолов, которую он привносит в Константинополь. Другой дочерью западно-сирийской традиции является армянский обряд. Так что это уже две традиции, прямо связанные с Сирией. Ну и, конечно, постепенно в течение средних веков сирийские традиции начинают проникать, и вот здесь вот работать как раз как лианы, убирать, узурпировать место в лоне Александрийской церкви, не той Александрийской и Халкидонской церкви, где, в общем-то, византийский обряд полностью утвердится со временем после XIII века. Но среди коптов, опять же, сейчас, если посмотреть, у коптов остались три литургии, из них только одна связана с Александрийской традицией, две основные — это, опять же, добрая старая западно-сирийская традиция, западно-сирийское построение анафор. Опять же, целый ряд сирийцев восходили на престол Папы и Патриарха Александрийского, как коптского, так и православного Мелькидского. Ну и, опять же, у дочери Александрийской церкви, у лоне Эфиопской церкви тоже целый ряд сирийских традиций, анафор и так далее. Ну и важно помнить, что Сирия дала не только вот это богатство традиций, да, литургических традиций, но это был настоящий фонтан богословской мысли. Ни один другой регион христианского мира, ни одна другая культура не дала такого количества, таких абсолютно разных богословских течений, и лагеря подвижников, монахов, мучеников, богословов, абсолютно разных, разделенных разным пониманием христологии, разными пониманиями природы Христа, опять же, все они пополнялись очень щедро сирийцами. Нигде, ни в Египте, ни на Латинском Западе, ни в Византии, ни на Кавказе мы такого многообразия не видели. И вот поскольку мы в основном сегодня будем говорить, ну, будем слышать традиции, связанные с Маронитской церковью, я уверен, что не все здесь знают, кто такие Марониты, вот хотя бы просто краткое объяснение вот этого удивительного деления, да, прежде всего, что разделило христиан Сирии, и в принципе христиан Востока, да, это понимание христологии, понимание природы и природ спасителя. Во-первых, антиохийская богословская школа с ее абсолютной приверженностью методологии Аристотеля, в общем-то, первой ранней схоластики, погрузилась вот в этот мир предельного разделения по категориям, да, мы должны понять, какие признаки свойственны Богу, какие признаки свойственны человеку. Правильно? Правильно. И ни у кого не может быть двух свойств одновременно, да, у двух разных вещей должны быть разные свойства. Верно? Казалось бы, верно. И вот антиохийские богословы, грекоязычные, потому что лучший греческий язык в поздней античности был, как ни странно, самый чистый, как считалось именно в Антиохии, столица, по сути дела, Сирия. Вот эти греческие богословы, которые пытались апеллировать категориями и методологией Аристотеля, с одной стороны, а с другой стороны, окружавшие их сирийцы, в чьей поэзии, в чьей духовности появляется удивительное такое определение. Лицо. В чем лицо Бога, в чем лицо человека. Во Христе. Где он оборачивается к нам лицом Бога, где он оборачивается лицом человека, думает поэт, монах, сириец. Одновременно греческий, грекоязычный, антиохийский богослов, рожденный в Сирии, пытается разобраться, где с точки зрения сущности, с точки зрения природы, с точки зрения свойств, начинается человек Христос, где заканчивается Бог. Где заканчивается человек, где начинается предвечный логос. И вот после такой постепенной эволюции лучший друг Иоанна Златоуста, с которым они вместе принимают монашеский постриг, человек, который был епископом телекийского города Мапсуэстия, мамистра, Федор Мапсуэстийский, окончательно это формулирует. Как? Учение о том, что давайте не будем смешивать, есть вещи абсолютно несовместимые с понятием божественности, есть вещи абсолютно несовместимые с понятием человеческим. Соответственно, может Бог созревать как эмбрион внутри Девы? Может Бог бояться? Может Бог задыхаться? Может Бог плакать? Может Бог испражняться? Нет, не может. Это несовместимо с понятием божественности. Соответственно, Федор начинает говорить о том, что предвечный логос, сын Божий, именно логос, бывший с отцом вне времени, потому что арианская ересь, идея того, что Бог отец творит сына, она все, она отвержена. Но Федор говорит о том, что на кресте задыхается человек Христос, а логос предвечный ему сострадает. Он пребывает во Христе как дух в храме. И на самом деле эта идея такого, ну, не столь экстремального, но тем не менее разделения у многих сирийцев присутствует. Иоанн Златоуст какого слова никогда не использует? Никогда в своем сочинении, знаете? Те из вас, кто молится, его используют наверняка по несколько раз на день, так несколько десятков раз. Богородица. Хотя это определение было уже с II века точно. В александрийской традиции. Но не у антиохийцев. У Иоанна Златоуста этого близко нет. Дева, Мария, пожалуйста, но не Богородица. Ну, а Федор идет дальше, начинает говорить о том, что да, она Христа родится. Она рождает ребенка, на которого не сходит логос. Не может Бог выходить оттуда. Казалось бы, логично. Но мы знаем, что ученик Федора Масуастийского Нестория, архиепископ Константинополя, начинает очень активно проводить, слишком активно, как зелот, учение своего покровителя, своего воспитателя, своего учителя. И это приводит к Третьему Вселенскому Собору, на котором Александрийская школа и Кирилл Александрийский подавляют это учение. И абсолютно резонно. Почему? Потому что, получается, опасность в чем этого учения? Идет разделение слишком большое между человеческим и божественным. Получается, что Бог опять занимается маскарадом. В учении Ария можно сказать, что Бог давит очередного муравья, муравьишку на кресте, раз он беспределен, то он еще миллиард сыновей создаст. Если Христос сотворенный, что церковь отвергает. То есть здесь, получается, маскарад. Да, он сострадает, но мало ли что сострадание. Он не страдает. И на Третьем Вселенском Соборе восторжествовала идея единой природы Богослова воплощенной. Господь и Бог, и Человек. Христос и Бог, и Человек. И это очень важно, потому что для Кирилла Александрийского, для тех, кто, в общем-то, воспринимает учение Третьего Вселенского Собора, в этом-то и смысл христианства, что воплощенный Бог боится, воплощенный Бог ходит в туалет, воплощенный Бог чувствует боль, воплощенный Бог плачет, воплощенный Бог бессильно задыхается, ему страшно, потому что он боится смерти, он боится смерти так, что у него кровавый пот выступает. И при этом человек сидит одесной, а человек может приказать отступить смерти, человек молит о прощении тех, те, кто его распинает. Человек воскрешает своего друга или умершую девочку. Человек, перед человеком преклоняются ангелы, и от человека бегут бесы. Поэтому Христос новый Адам. В этом смысл, в этом удивительном перевертыши, в этой тайне. И что удивительно, то, что сирийцы с равной страстностью восприняли эти две абсолютно разные веры. Абсолютно разные понимания Христа. И они пополнили стан как нестариан, которых в итоге вытеснили полностью за пределы восточных границ империи. Они все влились в восточно-сирийскую традицию. Они пошли просвещать. Да, они вот так понимали христологию, но они просвещали и крестили людей вплоть до Китая, Монголии и Забайкалья. А западно-сирийская традиция в итоге полностью влилась в стан тех, кого мы называем кирилловой христологией. Тут тоже сейчас будут разделения. Но что очень важно, открывая любой практический учебник, вы услышите омерзительное, ругательное, идиотическое слово «монофизиты». К сожалению, несмотря на то, что мы обещали уже так не делать, я имею в виду, православная церковь обещала так не делать, и были многие соглашения, начиная с 64-го года, не использовать это слово во всех семинарских посолобиях. В которых везде говорят «монофизиты» — это кто это? Значит, армяне, копты, эфиопы, они верят в одну божественную природу Христа и отвергают его человечество. Ничего подобного. В этом их обвиняли византийские богословы, как правило, перед тем, как начать жечь. Или плясать на их алтарях. Или резать. Или разгонять их в монастыри. Жгли мощи, жгли библиотеки. Жгли Евангелие из вот этих церквей. Поэтому, если вы используете… Есть различия, согласитесь, между понятием «единой» и «один». Одна природа и единая природа. Есть разница? Конечно, безусловно. И в греческом языке, тем более. «Монофизис» и «миофизис» — «единая природа». Поэтому единоприродники называйте армян, коптов, эфиопов, сколько угодно. Единоприродники. Единая природа, богослово воплощенная. Христология святого Кирилла Александрийского и Третьего Вселенского собора. Это точно. Это ярко. Но когда спустя 20 лет решили дорасшифровать, чтобы не было перегибов ни в какую сторону. И Папа Лев Великий говорит, что нет, все, давайте разделим. «Две природы нераздельно, неслиянно, неизменно, чтобы не было никаких перекосов». Как там Евтихий проповедовал о том, что человечество Христа — это только капля в море его божественности. Вот что без этого? Две природы. И на Четвертом Вселенском соборе халкидонском идет новое разделение христианского востока. Еще больше сирийцы разделяются. Потому что если, допустим, на соборе, где принимается халкидонский орос, где воспринимается догмат именно о двух природах, значительной части христианского востока это показалось уступкой нестарианам. Предательством веры Кирилла, предательством веры отцов Третьего Вселенского собора. И опять же, сирийцы рьяно пополнили оба стана. Творчески, с мучениками, с богословами, с иерархами, со страстной полемикой друг с другом. Важно помнить, что если, допустим, в Египте практически вся церковь, 90% церкви Александрийской, не приняла халкидонский собор, просто не приняла. Ни один епископ не прописал. Иерусалим так буквально пару лет подержался в стане не афиситов, не принявших халкидон. То антиофийская церковь разделилась прям смачно на две половины, плотно две половины, которые друг друга долгое время ненавидели. Сейчас, слава Богу, вместе молятся, вместе умирают и так далее. Но, слава Богу, что вместе молятся. Лучше бы бессмертие. Хороший пример насчет того, насколько страстными могли быть эти отношения. В той же самой Антиохии были церкви, где одни и те же уроженцы, говорившие на одном и том же языке, неважно, это был разговор на арабский или арамейский, служившие на классическом сирийском языке, готовы были жечь не полемические трактаты, не литургические тексты, а Евангелие из церквей друг друга. В византийский период это было. Причем эти гонения инициировали подчас не грекоязычные, назначаемые из Константинополя патриархи, а восточные. Восточные иерархи. Свои же жгли Евангелие, чтобы показать безблагодатность соседа через прихода, через улицу. Такая мера ожесточения между миофизитами и диофизитами, как их называли, или халкидонитами. Да, и вот здесь мы видим, что уже три ветви. Самое интересное, что в VII веке еще одно разделение происходит именно в лоне западно-сирийской традиции. Пытаясь примирить перед лицом персидского вторжения христианский восток, а потом уже перед лицом арабских мусульманских вторжений. В Константинополе изначально патриархом Сергием в период персидских войн патриарх Сергий Константинопольский, не Старгоровский, формулирует новое учение, которое называется монофилитство. Компромиссное решение. Да, у Христа две природы, но единая божественная воля. И это не принял никто. Это не приняли халкидониты, Максим Исповедник, опять же, не с потолка свалился, да, величайший мученик, или Мартин Исповедник Папы Римский. Меофиситы этого не приняли и дали своих мучеников, которых принуждали к переходу в вот эту вот новую доктрину, в это новое вероучение, к этой новой формуле. Но неожиданно эту идею нового предложенного Константинополя приняла еще одна ветвь антиохийской церкви, еще одна ветвь западных сирийцев, которых мы называем маронитами. На сегодняшний день маронитская церковь – это самая влиятельная деноминация Ливана. Ливан – единственная страна, где президент по конституции, по договору, по неписанному договору, в том числе, обязан быть христианином. И всегда христианин. Маронит – католик. Влиятельнейшая группа. Почему они за это уцепились? Непонятно. Но тут очень сложно, когда мы говорим о маронитах. Потому что в чем беда христианского Востока? В том, что мы делаем вид, что мы храним традиции. Иногда абсолютно искренне. Просто вместо того, чтобы действительно разбираться с тем, что произошло, мы начинаем заниматься аппликацией. Натаскиваем разные элементы из разных сфер жизни и создаем такой новый коктейль. Заново изобретаем сами себя. Вот это с маронитами произошло. Почему? Потому что вот эта церковь, с которой, к сожалению, почти бесполезно говорить о ее истории, получите в класс. Абсолютно серьезно. Потому что мы много чего не знаем. Ну, потому что было уничтожено. Мы не знаем. Во-первых, спорят о том, от чего пошло название марониты. Одна версия, о которой как раз марониты ее любят. Ими об этом говорить можно. В честь Марона-пустынника, святого Марона, который подвязался в начале V века в Сирии, основал свой монастырь, который сейчас недавно был поврежден чудовищно абсолютно, в том числе и укропниц, а там турецкая артилея из-за всех вот этих вот радостных шествий Эрдогана по Сирии, по северу Сирии. Так вот, что вот Марон-пустынник переписывался с Иоаном Златоустом, он получил от него хвалу и так далее, и славился и так далее. Иоанн Златоуст вообще его не застал, и никогда они не общались, и нет тому свидетельства и так далее. Это тоже важный момент. Но тем не менее, что вот по этому монастырю, который был главным духовным центром, они называются маронитами. Более трезвая теория, это то, что вот эта сирийская группа поставила своего в патриарха антиохийского во второй половине седьмого века, которого назвали, которого звали Иоанм Мороном. И по нему, а не по великому праведнику, который на самом деле не такой уж великий, то есть о нем мало что известно, хотя монастырь был почитаемый, именно через Иоанм Мороном их так прозвали, марониты. Так или иначе, они своя, ведь в антиохийской церкви, а, самый важный момент, они отрицают то, что они были монофилитами теперь. Претензии Арменина, или Копта, или Сирий Кавита, который говорит, не называйте меня монофизитом, потому что я не верю в одну божественную природу, я никогда не верю, это нормально, потому что это справедливо, и это подтверждено документально. А вот когда нестариане приходят и говорят, не называйте нас нестарианами, потому что на самом деле мы никогда не разделяли Христа на двое, это уже сомнительно. Тексты говорят против. А еще более сомнительно, когда марониты приходят и говорят, а мы никогда не были монофилитами. Вот тут самые большие вопросы, и беда в том, что, чтобы доказать свою доктрину, они, очевидно, самостоятельно уничтожали большую часть своих собственных полемических текстов в период уже пребывания в общении с Римом, чтобы доказать свою ортодоксию, свою приверженность церководической вере. Факт остается фактом седьмого, конца седьмого века. Вот это вот новая версия. Сирийцев ни с кем не общаются. Они терпеть не могут миофиситов и с ними полемизируют страстно. Они не в общении с антиохийской православной церковью, с той церковью, которая вообще не с Римом. Поэтому еще миофиситов, миофиситов Моролита очень любит рассказывать. А мы никогда не предупреждали общение с Римом? Рабилов. Конечно, Моролитам доставалось. Почему? Потому что, с одной стороны, ну, в общем-то, их никто не любил. С утверждением халифата и сиро-икавицкие патриархи, и православные патриархи сирийцы, православные патриархи отеки, такие как Филакт Баркамбара, там и так далее. Они начинают жаловаться халифу с просьбой вырезать и убрать, вообще выгнать, разорить монастырь Святого Морона и убрать маронитов. И все время наузкивали. Сначала арабов, позднее там с утверждением вновь византийской власти в изрядной доле Сирии там тоже были гонения. В общем, марониты бегут. И марониты утверждаются в горах Ливана, вот в этом великолепном благословенном регионе. Там они пребывают в радостной, счастливой самоизоляции, не общаясь ни с кем, с крестьян, подвергаясь гонению до крестовых походов. И вот когда на Востоке утверждаются франки с конца XI века, когда зарождается княжество Антиохийское, графство Триполи, королевство Иерусалимское, марониты спускаются, марониты радостно приветствуют франков, и марониты себя показывают как очень хорошие воины, потому что это воины, горцы, лучники, они во францких войсках играют очень большую роль, и с ними постепенно, постепенно утверждаются плотные достаточно связи. Тоже марониты вам много чего расскажут, какого бреда, что они сразу же, как крестоносцев увидели, сразу прям с ними вступили в полное общение, ничего подобного. Общение с ними установил, и человек, это известно, по документам латинским, соответственно, нельзя установить общение, если вы не в курсе. Мы с вами женаты уже 80 лет, мы не заметили, должно быть согласие сторон, и должно быть документальное подтверждение. А Мария Далимоша, патриарх антиохийский, уроженец франзы, но прослуживший больше 50 лет патриархом, латинским патриархом антиохии в Сирии, он летом в 1682 году встречается с маронитским патриархом Петром III или Путросом III, и устанавливает, в общем-то, впервые абсолютно новые условия общения. Он не требует подчинения маронитов себе, хотя они на его территории. Он признает их права сохранить свою церковь, свою традицию, свою иерархию, что важно. Потому что традиция может быть сколько угодно, но и дископ был, он может быть один. Он говорит, нет, пожалуйста, у вас свой мир, свои дископы, но вы прямо должны подчиниться ему. Это первая модель утверждения восточно-католической церкви Суи Юрис. То есть восточно-католической церкви в общении с Римом связаны, опять же, не территориально, а именно с точки зрения традиции обрядов. То есть вот епископы для маронитов, вот их патриарх, вот их структура, она существует параллельно с латинскими и православными петлями. Но подчиняются Риму. И это оказалось самое стойкое уния. Потому что, да, в период крестовых походов и Сирояковицкая церковь будет заключать унию, и Кипрская церковь православная, и Этиохийская православная, все они будут в общении с Римом кратковременно, все будут это общение рвать. Потом. Потому что будет вторая волна контрреформации, такой золотой век уний 17-18 века. Марониты нет, они как заключили, понятно, тоже не без боя, не без проблем, но вот эта заключенная уния никогда официально не разрывалась ни одним из маронитских патриархов. Но они обязаны были отречься от монофилицкой доктрины, они обязаны были, ну, к сожалению, они действительно пострадали от литургической латинизации, потому что уже с 12 века входили вот эти вот западные митры, потом другие вещи стали входить, и обряд действительно пострадал их традиция в чем-то. Вот, когда с конца 19 века визит маронитского патриарха и его епископа в Этикаре. Марониты, кстати, дали блестящих востоковедов, как великий востоковед 18 века, Юсоф Ассамани, человек, в общем-то, который руководил переводом на латыни вообще систематизацией целого ряда сирийских текстов, работая в Риме, Ватикане, в маронинской коллегии. Ну и, конечно, вы можете сказать, а зачем мы с вами собрались слушать музыку? Ну, я уверен, что большая часть из нас так не подумают, но все же, зачем мы с вами собрались в православном храме? Слушать музыку каких-то сирийских еретиков и университетов? Ну, на всякий случай, я уверен, что таких людей здесь нет. Ответ простой. Западно-сирийская традиция не связана, опять же, плоть от плоти, кровь от крови, доктринально, ни с маронитами, ни с кафеситами, ни с православными. Это общая традиция. Это общая литургическая традиция, которая, к сожалению, православная церковь из-за византинизации насильственной, проводимой в 11, 12, 13 веках, не сохранила. И вот если мы говорим о церквях западно-сирийской традиции, то да, ее придерживаются миофиситы. Опять же, в каждой церкви после любой скидзмы будут входить свои элементы, как приставки к Трисвятому и так далее. Уникальные для каждой из церквей источник один, литургии одни, обряд один. И вот сейчас, если мы говорим о неофиситах, вот такая западно-сирийская традиция, то это сирийская и сирийская церковь. С 16 века к этому же обряду приходит Мавангкарская церковь на юге Индии. Но если мы говорим о деофиситах, то есть о тех, кто признает две природы Христа, а не единую, то сейчас это Баранинская церковь. Конечно, еще есть там сиро-католическая и Мавангкарская католическая, но до 13 века, до 11-13 в рацизме антиохийская православная церковь и Иерусалимская православная церковь и Грузинская православная церковь тоже сохраняли этот обряд. Антиохийская, в общем-то, на равных правах с византийским. Для церкви Восточной Грузии сирийский был вообще основным долгое время. Для Иерусалимской тоже. Литургия Якова Брата Господня без византийских вставок, как Херувимская песня основная литургия. Анафора Святых Апостолов и многие другие традиции, которые мы потеряли, к сожалению. Да, об этом замечательно пишет Ефрем Афанит, грузинский аскет начала 11 века. Он переживал как раз в той серии формы, потому что с объединением Восточного и Западного Грузинского Царства при Бадрате Третьем. Из Западной Грузии в Восточную в Католикосат и в сердце христианской Грузии как раз начинают приходить византийские традиции. Идет активная византинизация. И что пишет Святой Ефрем? Раньше мы совершали литургии Святого Якова Брата Господня и Святого Мара Петра и Святого Петра. Теперь мы отказались от них и дальше самое главное вот как хорошо у нас православная церковь самые долгие службения. Почему отказались? Народ отказался от них потому что они слишком длинные. И ныне мы совершаем литургии Святого Василия и Святого Иоанна Замитонского. Но те кто хочет оставить старой традиции мы им не привязываем. Тем не менее вот эта вот та же литургия Мара Петра о которой он говорил Святого Петра где она сохранилась? Кумуранит и православная за политически и эстетических таких вот причин во многом ее потеряли. Так что то что мы сегодня услышим это не мусор Катейнинский милитиков а это полноценный голос христианского Востока который к сожалению мы по многому традиция вырывается один раз выгорчевывается мы к сожалению вот вне рамок концерта и вне рамок реконструкции не можем полноценно услышать в своих рамках это большая большая наша потеря поэтому это повод любить христианский Восток изучать христианский Восток помнить о христианском Востоке теперь мы переходим к музыкальной части концерта давайте поприветствуем основателей ансамбля отцов знаток реконструкции Ленинский Лосинский и всех прочих форум литургической музыки Евгений Стураж и наш дорогой друг журналист знаток музыки самый главный абсолютно виртуозный музыкант Барсом Маляшкар прошу Дорогие слушатели позвольте сделать несколько предупреждений насчет сирийской программы которая сегодня прозвучит в первую очередь хочется сказать следующее что сирийская музыкальная традиция очень слабо представлена к сожалению во всех интернет ресурсах и она требует очень глубокого изучения нужно просто крупицами это все вытягивать из ютуба из каких-то прочих записей и так далее сегодняшняя наша концертная программа она не столь литургическая сколь я бы сказал паралитургическая небольшая разница этих понятий заключается в следующем сегодня в большей степени будут звучать духовные стихи рождественские колядки то есть та музыка которая и концертная и она может исполняться в храме для того чтобы подготовить отдельную программу вот уже совсем литургическую может быть из тех служб которые Сергей сейчас упомянул понадобится много-много лет еще дополнительной работы и в первую очередь эта работа касается не только меня но и в первую очередь это все переводится в ноты в удобную нотацию для прочтения самая тяжелая работа для филологов потому что у нас идет среднеарабийский язык и требуется транскрипция требуются переводы и буквально с каждым небольшим прочим текстом проходит очень тяжелая очень большая работа наших коллег музыкопедов которые и так очень-очень многое сделали для того чтобы эта программа прозвучала сегодняшние языки это в первую очередь ирамейский немного арабского языка и немного копского языка потому что мы будем проводить некоторые параллели между музыкой и традицией сирийских мараинтов и коптов которые наоборот представляют свою музыкальную культуру очень обширно и копского материала у нас накопилось на детских концертов что мы очень надеемся вам показать в будущем и так мы начинаем наш концерт с рождественской музыкой сирийских параллели музыка Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 На языке оригинала «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok 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 КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И последнее в нашей программе сирийское песнопение, последнее пасхальное. Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok